Доброе утро. Наш эфир продолжается. И сегодня у нас в гостях молдавский рэпер-исполнитель, который, кроме всего прочего, снял еще и, собственно, про себя фильм. О, расспросим подробнее. Но сегодня он пришел со своим новым видеоклипом. Зовут его Акела. Акела, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Первый вопрос, который мы хотели бы задать тебе, для того, чтобы понять, что у тебя внутри, вообще понять, что у человека внутри, можно потому, что он читает. Что рэперы читают, кроме рэпа? Кроме рэпа читают еще стихи. Я пишу стихи. Так. Как бы это часть моего творчества. И люблю так, изредка. А чужое искусство, да, других людей? То есть, может быть, не знаю, у тебя есть любимый писатель, любимый поэт, может быть, ты поклонник Пастернака или Блока. Вот что ты читаешь? Что читают рэперы? И можно ли рэпера вообще представить себе сидящим вот так вот с открыткой книгой и читающим что-то? Ну, в последнее время я читаю больше психологические книги. Например? Ну, вот теория всего. Как бы это очень классная книга. Ну, посоветуй нам. Вот мы с Надей, например, эту книгу. Еще не слышали даже, даже не слышали. Прочесть, она меняет вот все мировоззрение человека. И передает такую некую мудрость. Самое главное, что рэперы что-то читают, кроме рэпа. Это уже хорошо. Самое главное. Почему ты выбрал себе такой псевдоним Акела? Акела – это персонаж из мультика Маугли. Это волк. С детства я любил этого волка. Я всегда чувствовал себя внутри волком. И поэтому я выбрал. А это по каким характеристикам? По характеру? По поведению? Что это? К примеру, одиночка. Там одна любовь навсегда. И всегда уверен в своих действиях. Ну, волк – это хищное животное. Я тоже хищник. Это в чем проявляется? В чем это проявляется, да. Ну, я всегда ставлю свою позицию. Всегда уверен, иду до конца. Я никогда не меняю свое мнение. Если говорить о фильме, который ты снял про самого себя. И который можно посмотреть на твоем официальном сайте в интернете. И, в принципе, в Ютубе он тоже есть. Как ты решился на такой не самый скромный шаг, я бы сказал, снять про самого себя фильм? Что было причиной? Почему ты решил это сделать? Причина – это многие люди обсуждают меня, не зная меня, какой есть на самом деле. Я решил для всех сделать документальный фильм, чтобы люди поняли мое мышление и как я думаю вообще. Ну, что именно тебе важно было донести? То есть какие-то, если конкретику добавить? Ну, некие ценности жизни, правила. Во что нужно верить. А какие правила у тебя? Ну, допустим, семья – это самое ценное в жизни. Как бы люди думают о деньгах, о другом. Я думаю, семья – это самое главное в жизни. Ну, заниматься спортом, быть примером для всех, вести здоровый образ жизни и всегда развиваться, никогда не отпускать руки и идти только до конца. По поводу развития. Ты развиваешься сейчас на данный момент больше здесь, в нашей стране, в Молдове или в России? Нет, уже год, как я живу в Москве. Сейчас я прилетел на пару дней, но что-то я задержался. Завтра у меня опять билет обратно. Ну и пытаюсь как-то продвинуть свое творчество. Ну, то есть та площадка интереснее тебе на данный момент? Нет, та и есть моя площадка. Тут нет. Почему? Ну, наши люди это не ценят, это не понимают, они смеются. Они смеются над рейперами? Да, сейчас смеюсь я просто над ними. То есть в данном случае диктует условия, что ли, публика? Ну, да, скорее всего так. Как бы я когда начал свое творчество, многие смеялись надо мной. А сейчас уже я замечаю, как эти люди начинают искать какую-то дружбу со мной. Но я уже выбрал, моя страна это Россия, Москва, там я буду развивать свое творчество. Там по-другому реагируют? Конечно. А в чем разница? В чем разница? Ну, разница в том, когда у меня в Москве концерты, там охранники просто держат так вот всех, и все девочки вот так вот руки протягивают. Да, тут в Кишиневе зал был полный, а все стояли, смотрели на меня, типа, ну давай, покажи, что ты умеешь. Было мне обидно, но я провел концерт до конца только потому, что моя мама была там. Была бы другая ситуация, просто выбросил макрофон. Как пелась в одной известной песне, главное, чтобы эта песня нравилась моей маме. Моей маме. Клип, который мы сегодня покажем в нашей программе, как он твоей маме? Ну, это клип про честную любовь, про искреннюю любовь. Я написал эту песню от души. И, ну, главное, что моей маме понравилось, и остальным тоже. Наверное, пришло время слушать, да? Да, а уже дальше, наверное, появится еще тема для обсуждения. Честно, честно, моя любовь к тебе. Больше, чем бездна, я говорю честно, честно. В сердце моем нет свободного места. Смотрю в твои глаза и словно вижу себя. Ты зеркало мое, ты отражаешь меня. Не такой, как все, ты поняла это. Часто бываю злой и пропадаю где-то. Не бываю ночами, пока ты скучаешь. Я вдалеке от тебя, снова залы качаю. Но я буду рядом, даже в метели и грозы. Прижму тебя к себе и вытру твои слезы. Не отдам тебя, я в опять их печали. Не буду обещать, что будет завтра, не знаю. Но в одну уверен с тобою до конца. Хочу прожить всю жизнь тебя одну любя. Твоя ладонь в моей, держи ее сильней. Твоя улыбка сияет среди всех дней. Любимая, верь, счастливей нас нет. Над нами звезды падают небес. Честно, честно, моя любовь к тебе больше, чем бездна. Я говорю честно, честно, сердце моем нет свободного места. Я сделаю все, только ты скажи. Как бы не было трудно, ведь это жизнь. Дорога будет тяжелой, я это знаю. Твоя любовь ко мне меня спасает. Это не просто, как кажется, другим. Я сложный, даже когда рядом ты. Мне не нужна ревность. Главное доверие, чтобы ждала всегда. Меня с нетерпением думала обо мне. Любила с уважением. Принимала мое любое решение. По жизни как волк, был всегда одинок. Но появилась ты, я поменяться смог. Твоя ладонь в моей, держи ее сильней. Твоя улыбка сияет среди всех дней. Любимая, верь, счастливей нас нет. Над нами звезды падают небес. Честно, честно, моя любовь к тебе больше, чем бездна. Я говорю честно, честно. Сердце мое нет свободного места. Все для тебя. 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 Честно, честно. Я говорю честно, честно. Честно, честно. Моя любовь к тебе больше, чем бездна. Я говорю честно, честно. Сердце мое нет свободного места. Все для тебя. Акела, честно. Сегодня он у нас в гостях. И, в принципе, довольно честно отвечает на наши вопросы. Да, достаточно. И очень со своей точки зрения всегда. Это, в общем-то, характеристика одна из рэперов. Вот еще. Жизнь рэпера, скажем так, стереотипно состоит из определенных составляющих. Будем перечислять. Там дорогие машины, красивые девушки, что там еще, татуировки обязательно. Спорт. И своя позиция. Всегда своя позиция. Вот что из этого уже у тебя есть и к чему еще предстоит прийти? Ну, есть все. Даже альбом свой уже написал. А то есть это тоже важный атрибут рэпера написать свой собственный альбом. Да, это такой уже статус. Пунктик. Пунктик, да. Альбом мне написал мой продюсер Гера. Это человек, который написал два альбома Тимати и Джиган на один альбом. И он уже решил, что мое время пришло. Вот он сейчас взялся за меня. Он пишет музыку. Если говорить о твоей собственной позиции, да? Да. Ну, действительно, у всех рэперов у них всегда, даже вот если брать того же Тимати, да? Ну, наиболее известный, скажем так, российский рэпер на нашей территории. У него всегда есть своя позиция относительно всех вещей. Не похожая ни на одну другую позицию. Вот с каким, может быть, мнением или как часто, может быть, ты соглашаешься все-таки с мнением толпы? С общественно принятым мнением. Ну, знаете, вот мнение толпы я могу выслушать и взять себе на ус. Но я все равно сделаю так, как я хочу. А есть какие-то вот современные, может быть, глобальные такие явления, мысли, не знаю, еще что-то? Вы с чем-то категорически не согласен с тем, что происходит сегодня вообще в мире? Ну, я за мир в мире, как бы. Я за здоровье, за жизнь, за спорт. Я против алкоголя, наркотиков. Ну, бывает, редко очень я могу выпить, и то немножко. Ну, в принципе, у меня такие, чуть-чуть разные вот принципы жизни, чем у других рэперов. Я пою песни не про себя и не про дорогую жизнь. А, то есть в основном рэперы поют песни про себя и про дорогую жизнь? Ну, вот, к примеру, Тимати, он поет про себя все песни. Я пытаюсь написать про мир, про что-то общее, чтобы каждый человек попробовал найти самого себя в моих песнях. Ну, то есть это некая философия, что ли, рэп? Ну, да, когда совмещаешь это с любовью, получается что-то такое глубокое. Ну, вот, хорошо. А как относится к такому твоему отношению к рэпу, да, философскому, к такой твоей позиции там, в России, да, где уже рэп устоялся, устаканился, где есть свои законы, где есть свои хозяева? Ну, да, у нас всегда появляются новые хозяева. Ну, понятно, появился Акела, Зубастый Волк. Каждый артист, он создает некий свой идеал для большинства людей. Как бы, я создаю свой идеал, и у меня это очень хорошо получается. Как бы, я сделал свою страничку ВКонтакте, уже за месяц у меня там 6 тысяч подписчиков, именно Россия. Благодаря каким твоим качествам получается вот этот такой стремительный и очень легкий подъем по ступенькам? Ну, в первую очередь, я не буду скрывать, это денежные вложения. Как бы, без финансов тут ничего не поделать. Во-вторых, это мои глаза, как я смотрю на мир. Как бы, на моих соцсетях, в моих соцсетях, повсюду я пишу в каждый день статусы. Про все. Как бы, много людей вот восхищаются прямо и, прямо, ну, становятся моими поклонниками. Ну, про все это прошло. Вот мы поняли, тема, которая особенно сдевает, любовь. Какие еще темы волнуют тебя сегодня? Любовь? Прошлая. Ну, что бы ты прокомментировал, да, может быть, не знаю, может быть, тебя действительно дико раздражает, что те же, да, девушки богатых рэперов ходят в натуральных шубах. И при этом, да, при этом убивают, допустим, людей. Ты являешься, например... Животных. Убиваешь животных, да, простите. Ты, например, являешься абсолютным гринписовцем, да, и ты выступаешь против этого. Нет, нет, ну, как... Просто мы хотим твои принципы жизненные понять. Все знают, что красота требует жертв. Как бы, в Москве богатая жизнь – это что-то нормальное. Там не смотрят, у тебя шуба, это не Испания, там, что у тебя обсудили, что ты там убил животных, тебе сделали шубу. Там на это смотрят нормально. Ну, в принципе, у меня такие, ну, довольно-таки нормальные ведения на жизнь. Я не ставлю акцент на гринпис, на другие проблемы. Хорошо, Акел, вот напоследок вопрос. Все-таки, чтобы развеять миф, да, для начинающих, может быть, рэперов нашей страны, которые также стремятся, куда-то стремятся, да? Да. Вот три пункта, три совета от тебя. Что нужно при себе иметь, если ты собираешься покорить, ну, хотя бы Россию? Первое – это уверенность в себе. Второе – это идти до конца, чтобы не случилось. Потому что в карьере артиста много падений. Иногда такие большие, что прямо тебе не хочется больше ничего. Надо верить в себя, в свою мечту, идти до конца, никогда не отпускать руки. И третье? И третье – это веру в Бога, мне кажется. Если человек верующий, он верит в свою мечту Бога, то у него все получится. Без денег? Если Бог дал артисту талант, он ему даст денег. Заработать. Да, и заработать. Вернулись к таланту. Это действительно самое первое, что, наверное, должно быть. Чего нужно начинать, да. Ну что ж, сегодня у нас в гостях был читающий не только рэп, рэпер Акела. И от нашей программы мы для вдохновения тебе дарим баночку ароматного кофе Якобс. Для вас тоже подарок, это мой альбом. Ага, в который вложили силы, я так понимаю, сильные мира рэпа. Да. Да, ну что, спасибо большое тебе. Спасибо, да, движемся дальше. Переходим на рекламу, после чего снова возвращаемся в студию. Переходим на рекламу. Субтитры подогнал «Симон»!